Здравствуйте, друзья! Мы с вами в городе Сен-Ивелл. Это школа здесь. Находится, вот так вы видите, это сарай, это школа. А слева это площадка спортивная при школе. И все школьные фабрик, школьные спортивные площадки, как бы являются такой собственностью города, что ли, так можно сказать. И они свободны от занятий. Время доступны для граждан, которые приходят тут поиграть, погулять. Вот большое такое поле футбольное. Смотрите, тут мужики взрослые. Вот они тут в футбол играют, что-то на них написано то ли по-корейски, то ли просто кажется так. А вот, друзья, с нами на площадке Саша. Привет! Привет! Ну, Саша у нас часто бывает на канале, рассказывает разные истории. Тебе недавно исполнилось сколько лет, Саша? Десять. Ну, как ты себя чувствуешь? Десять лет это не то, что девять? Нет, не то. Ну, а что ты чувствуешь? Надо еще, ну, диджет писать каждый раз. А, раньше тебе одной цифры хватало, а теперь две. Да. Это удваивается усилие, друзья, удваивается усилие. Ну, хорошо. Так, а в каком ты классе? В четвертом? Да, четвертом. Ну, то есть, нормально все? Да, нормально. Хорошо, давай помашем всем, скажем, привет. Привет, пока. А как ты, подожди, а как ты праздновала свое десятилетие? Что ты делала? А, после мы в Хэри Поттер Уорлд, Universal Studios, Лос-Анджелес. Ну, хорошо там? Да. Ну, ты рекомендуешь вот другим детям поехать в Хэри Поттер Уорлд? Да, там очень классно, там есть очень много рай из Хэри Поттера, и там много продают вещей из Хэри Поттера. Сувениры как бы? Да, сувениры. Ну, у тебя есть какой-нибудь сувенир? Тебе купили? Да, мне купили такой хэдбенд. Ага. Хэдбенд. Ну, ты фанат как бы Хэри Поттера? Да, еще купили такую конфету из Хэри Поттера, еще мы не съели ее. Но она съедобная? Да, большая шоколадная лягушка. Ой. Так подойди, разве можно такую большую съесть? Да. Хорошо. Я чувствую, что ты как бы позитивно относишься к этой мысли. Ну, конечно. Это же шоколадная лягушка, шоколад нужно сколько хочешь есть. Раз, два, три. Нет, подвисло, подвисло. Понятно. Хорошо. Цветение повсеместное такое. Все цветет. Вот спросите меня, что за дерево? Какой плод на нем мог бы вырасти? Не знаю. Может, я так условно назову это яблоней. А там не знаю. А березка такая. Посмотри. Березка, да. Если у кого, друзья, ностальгия, если кто-то живет среди пальм, пожалуйста, вот смотрите вам на березку и радуйтесь жизни. Саша, это для маленьких деток или это для взрослых тоже? Нет. Это для взрослых. А для взрослых вот тут какие-то большие люди. С той стороны? Да. Они, мне кажется, норовят перелезть через стенку. Они всегда перелазывают через стенку. Если я перелазываю, то я это в платье попорчу. Что-то вот по партийной части тут не очень сегодня. А может уже время более позднее. А вон там футбол, смотрите. Народ вовсю разыгрался. Ну, естественно, качели. Куда без качелей? Друзья, Лариса Александровна расскажет вам, как она из Америки привезла семена не знаю чего и посадила в Беларуси. С удовольствием. Я привезла с Калифорнии семена тыквы. Несколько сортов. А где брали-то? В магазине государственном. Здесь где-то в магазине большом, где тыквы продаются семена. Андрей уточнит. Да. Короче говоря, методика такова. Семена немножечко, ну хотя бы намочить. Я их намочила в водичке, они полежали там. Но проросли? Нет. Проросли, ну тоже отлично. Но это надо ждать несколько дней. У меня было мало времени. Да. Я просто их намочила. Я их посадила в грядку. Вот так, так, на определенном расстоянии. И накрыла пленочкой. Потому что я в Минске у меня дача, под Минском. Там достаточно холодно, не жарко, это не Калифорния. А в каком месяце посадили? На грядке, на солнышке. Месяц какой был? А, месяц, месяц. Я вам скажу, когда я посадила. Я посадила их в мае. Ага. Но у нас в мае бывает еще холодно, бывают и заморозки. Так. Я накрыла пленочкой такой плотенькой. Зона рискованного тыквовозведения? Да, зона рискованного земледелия вообще. Там и огурцы могут прихватить, что угодно. Все, даже плотно картофель. Вот. Ну, все, накрыла. Их поливала, конечно, открывала, периодически поливала. Так. Вот. Ну, а потом уже, когда потепляла немножко, по-моему, не помню, но, по-моему, накрыла другой такой прозрачной пленочкой. Типа не прозрачной, а сеточкой такой. Сеточкой. Ну, все. Чтобы птицы не скривали? Нет, чтобы им не холодно было. Ага. Но птицы тоже, некоторые боятся птиц. Я птиц не боюсь, чтобы птицы не мешают. А птицы как-то не мешают. Так. Ну, все. Они взошли. Они взошли. Так. Красивенько. Я их открыла. На солнышке. Самое главное, чтобы они были на солнышке. Так. И все, пошел процесс. Пошел процесс. Они росли. Потом они стали цвести обильно. Цвести? Цвести, да. Цветочки, все. Бутончики. А потом завязались тыквы. Так. Такие оранжевые, красивые тыквы. Вот. Очень красивые. Ну, и все больше и больше и больше. Когда надо, я поливала. Когда дождики, я не поливала. Так. Ну, все. И выросли тыквы очень хорошие. Ну, говорят, большие какие-то. Огромные. Огромные. Одна вот такая тыква была. Огромная. Огромная. Так. Ну, и те вот такие вот огромные тыквы были. Но соседи как-то реагировали? Конечно. Всем было видно. Даже одна соседка попросила мне привезти семена. Хотя у нас тыквенных семян в Минске вот столько. Но она очень просила меня привезти семена отсюда. Тыквы. Калифорнийские. Чтобы вырастить такую тыкву. Буквально вот соседки. А можно же семена взять из этой тыквы или нельзя? Можно. Но это рискованный такой всеоборот будет. Они могут быть и зрелыми, а могут быть и незрелыми. Я понял. Поэтому лучше брать семена, как они проверенные все вот такие. Все. Хорошие. И все. Я не рискую такими. То есть вы, короче, рекомендуете семена именно тыквы? Семена тыквы. Я почему-то все рекомендую. Я здесь вот у Инны с Андреем посадила клубнику. Так. Я гуляла в парке. Женщина мне предложила клубнику. Я взяла. Ростки? Ростки клубники. Ну, такие она не очень. Они уже, как говорится, созрели такие. Вот. Ну, ничего. Я взяла их посадила. Так. Мы с Лялечкой их поливаем. Саша еще не видела, нет? Там в садике растет туда клубничка. Ну, я не думала, что она приживет. По-моему, прижила, что она приживет. Я могла больше взять у нее. Ну, я взяла мало. Постромничала. Ну, будет клубничка расти. А то есть сидит человек в парке и раздает их рассаду? Нет, нет, нет. Вот мы гуляем в парке. Там у нас такой пятачок. А дом ближе, чем вот этот забор. Дом очень близко. А, это она из дома предложила? Она из дома пришла ко мне и предложила я это самое. То есть она как почувствовала? А, да, как бы предложила мне вот. И держит эту тыкву за это. В смысле, клубнику? Ой, клубнику держит. Клубнику принесла эту. Кроме тыквы вы пытались какие-то семена в Белоруссии там американские прорастать? Все брала, брала, брала. Эту свеклу брала, огурчики брала. Ну, пошло? Пошло, все идет. То есть не то, что какие-то виды растений не идут? Все идет. Ну, дочка сказала, что я не ту тыкву сажаю. В этом году они ее немножко, наверное, я уехала, они припоздали убрать ее, наверное, но там у них не успели они ее употребить, она стала портиться. Она сказала, что не ту тыкву. Спасибо. Что делают белорусы с тыквой, если выросла большая? Как кто? Ну, в данном случае мои варят тыквенную кашу. Так. Запекают. Ага. Ну, а тыква вообще очень полезный овощ. Ее можно как-нибудь, знаете, может быть, замариновать так, чтобы под рюмочку? Нет, тыкву, видимо, нельзя. Так никто не пробовал. Так. Ну, вот тыквенная каша, как диетическое блюдо, вообще, с пшенкой, тыква с пшенкой вообще. Вместе? Пшено, да, да. Пшено. Нет, лучше так, Михаил, тыкву готовить отдельно, а пшено отдельно. Вот в двух маленьких кастрюльках. И потом смешать. Вот такая будет вещь. Ладно, спасибо большое. Я думаю, те из нас, кто имеет кулинарные пристрастия. Кулинарные и садоводческие. 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 Набрался полезной информации. Спасибо. Ну, вот еще так огурчики выращивают. Вот, друзья, лимоны Калифорния. Конечно, легко понять, кто сможет съесть столько. Вот они у него же там даже осыпаются, смотрите. Под машиной. Вот уже, ну, правда, тяжело жить.